В Колпашевскую районную больницу поступил новый автомобиль. Речь идет о машине для выездов врачей на дом к пациентам, доставке лекарств, а также перевозке в больницу маломобильных пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Легковой автомобиль «Лада Гранта» был закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассказала главный врач больницы Наталья Дьякина. Поступил новый автомобиль как раз для обслуживания сельского населения. Выезды врачей на дом, он активно очень у нас используется. Учитывая, что у нас автопарк достаточно старый, естественно, на сегодняшний день для выезда врачей на дом и средний медперсонал у нас также выезжает на дом, нам необходимы автомобили. Поэтому очень хорошо, что у нас ежегодно практически скупаются обычные легковые автомобили. Всего с начала года в районные медорганизации поступило 18 автомобилей. 10 легковых машин «УАЗ Патриот» в больнице 9 районов области, в том числе Колпашевского, 4 автомобиля марки «Лада Нива» в Кривошинске и Томске районы и 4 автомобиля «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Лада Веста» в Колпашевский, Шигарский и Кожевниковский районы. По информации облздрава, до конца года в регион поступят еще 9 новых легковых автомобилей. С июля на территории Колпашевской районной больницы возобновилась плановая диспансеризация. Пройти ее может любой желающий по предварительной записи. Записываться можно через единый колл-центр по номеру 42240 или по телефону кабинета профилактики 51349. Диспансеризация проводится у нас в нашей поликлинике. Поликлинике 1, в поликлинике 2. Это Туру на каждом фельдшерско-акушерском пункте, потому что туда выезжают и врачи, и у наших фельдшеров имеется минимальное, они могут брать кровь, минимальное обследование проводить, то, что необходимо для первого этапа. Дальше уже присоединяются врачи на левом берегу врачебной амбулатории села Чижунту. Поэтому, в принципе, опять же, в каждом структурном подразделении можно пройти диспансеризацию или профосмотр в зависимости от возраста. С 18 лет все категории граждан подлежат обследованиям. До 40 лет пациентам проводятся профилактические осмотры один раз в три года. С 40-летнего возраста начинается ежегодная диспансеризация. Одним из самых важных нововведений июля для Колпашевской районной больницы стало открытие на территории учреждения ковидного госпиталя. В настоящее время развернуто 110 инфекционных коек для жителей нашего района. Из них 10 коек в реанимации, 100 коек общего соматического профиля. Больные коронавирусные инфекции будут оставаться на территории муниципалитета на лечение, которое будет назначаться специалистами совместно с коллегами областного центра с помощью телемедицинских консультаций. Заболевшие пациенты есть, и, по сути дела, у нас уже пациенты лежат во всех отделениях. В отделении гинекологическое и детское у нас койки развернуты для оказания экстренной помощи на базе хирургического отделения. То есть, с учетом соблюдения полностью санэпидрежима, с учетом соблюдения маршрутизации данных пациентов, все, что необходимо, у нас все имеется. И кислород, и аппараты искусственной вентиляции легких, и лекарственные препараты для лечения. Потому что уже на сегодняшний день вышли 11 методические клинические рекомендации. Лечение идет, конечно, в соответствии с данными методическими рекомендациями. Пациентов с новой коронавирусной инфекцией с пневмониями, которые проходят лечение на дому, медучреждение обеспечивает бесплатными лекарственными препаратами. Отделения, перепрофилированные под ковидный госпиталь, начнут работать в обычном режиме, как только ситуация с заболеваемостью в районе стабилизируется. Главным способом профилактики и снижения острого и тяжелого течения болезни по-прежнему остается прививка против коронавируса, подчеркнула главврач Наталья Дьякина. Темпы вакцинации в нашем районе соответствуют плану. В сутки на эти цели затрачивается больше 200 доз вакцины. В настоящее время в Калпашевском районе привиты более 8800 человек. Прививка в целом переносится хорошо. Может быть температурная реакция, может быть слабость, недовогание мышечные, какие-то боли, но это обычная реакция идет на вакцинацию. Даже если выявится после прививки заболевание, сложно очень сказать, прививка спровоцировала заболевание, или человек сам по себе уже был болен и вакцинировали на фоне заболевания, переносится это все достаточно легко, легкой степени. Необходимо, конечно, позаботиться все-таки о себе, призывая всех жителей, о своих близких, ну и руководителей, о сотрудниках предприятий. Записаться на вакцинацию можно по телефону 5 67 46 8 953 925 11 08. Очереди на прививку нет. Желающих прививают по мере поступления вакцины. Для этого используется препарат «Спутник Ви». Обычно второй компонент ставится через 21 день, однако срок повторной прививки для вакцины «Спутник» продлили до 90 дней. Ревакцинацию рекомендуют проводить через 6 месяцев. Привиться от коронавируса можно и на сельских территориях. Вакцинируем во всех поликлиниках, вакцинируем на левом берегу в амбулатории и фельдшерских пунктах. Нам фельдшера подают заявку, они обзванивают население, сколько необходимо. Мы доставляем дозы, и фельдшера у нас вакцинируют. Поэтому, в принципе, вакцинация у нас открыта в каждом нашем структурном подразделении. В Колпашевской районной больнице также предусмотрены выезды для вакцинации на предприятия по предварительной заявке. Для этого руководителям организации необходимо связаться с прививочным кабинетом учреждения. Оставить заявки для выезда специалистов на дом могут и маломобильные пациенты, которые самостоятельно не могут прийти в поликлинику.